всем привет мы как говорится начинающие блогеры давно хотели заняться съемкой своей жизни как проживает наша семья чем живет на что живет и так далее давайте познакомимся я евгений это моя супруга валентина да у нас семья состоит из четырех человек двое детишек еще у нас два мальчика старшему мальчика у нас 12 лет младшему нас 99 лет мы вообще переехали в россию с азии точнее с киргизии получается 12 12 лет назад переехали мы сначала кемеровскую область там получили мы гражданством приехали мы точнее осенью подавать документы подали документы на гражданство недолго мы тогда было все упрощено мы недолго получали через три месяца три месяца три-четыре месяца мы получили уже паспорта российские с гражданством приехали мы осенью в октябре по-моему до середине середине октября мы приехали так до этого нет мы летом там были нет 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 ты в каком я летом приехал а потом ты летом ты летом поехала на разведку сестрой как говорится да на разведку съездили все понравилось все таки там летом было в сибири сибири лето прекрасное можно сказать все зелено жарко в общем понравилось и ну и соблазнила меня тоже как переезда в россию с чего началась наша путешествие или качевка как бы это сказать не знаю приключения до приключения гуляков россии наверное так назовем ну переехали мы с ребенком с маленьким было у нас там я не помню с собой мы везли но это был к ну основательный переезд для того чтобы приехать и жить в россии понимает да те кто переезжал когда-то куда-то понимаешь такой переезд молодые были совсем зеленые 20 лет до по 20 летом и в общем с грудным ребенком с чемоданами сумками и больше ничего мы приехали в сибирь до сибирь матушка ну и там за три месяца мы получили гражданство паспорта но самое главное когда мы туда приехали в октябре еще валентина дедушка нас встречал там но как бы к нему ехали как бы в гости и на первое время останавливались у него он еще хвану мы-то приехали особо не понимая что такое сибирь конечно в кроссовочках в легких куртках ну благо там как дед сказал что еще не страшно в этом году тепло он сказал хотя там уже было наверное минус 8 наверное было на улице уже слева слежал небольшой снег ну и как бы начали мы жить там кемеровской области да да дедушки жить мы не захотели деревне там нашли домик и как это жить купили мы 44 на 4 тонны угля на 10 лет нам там в киргизе если купили тонны угля нам это хватало на пару лет а здесь мы 4 тонны купили дед сказал мало но для нас это конечно казалось что это очень много и думали хватит нам на всю зиму начали жить такие были я не знаю почему на тот момент наверное не так было это все популярные нить и не так мы этим интересовали съемками и так далее да нам и не до этого было да и на что жили мы во что мы жили на мы жили на то что было был какой-то запас денежек у нас я там киргизии занимался как бы начал первый год заниматься пчелами там и не помню даже да в основном и на пчелу это что распродали там у нас это очень быстро закончилась не очень не очень много у нас было запасов ну и естественно я как раз это был какой вот 2009 2009 год конец 2008 до кризиса мы приехали как раз вот этот начался кризис работы нету не я конечно пытался там устроиться на работу куда-то блин ну конечно это очень долго рассказывать и таких приключениях там приходилось и в условиях ужасных как говорится работы на автомойках книжки продавал ходил не знаю там всякое бывало но самое главное мы начали жить отдельно сами хотя в киргизии мы жили в доме моих родителей так скажем так все четно чем потом ты меня отправил ну да мы нет мы сначала начали жить началась суровая зима мы этот уголь стопили я не помню за месяц наверное мы выступили полтора наверное не больше месяца там прошло мы стопили этот уголь и обратно и и смыли с этого дома опять к дедушке потому что больше денег на уголь у нас не было но даже и дед нам мог дать угля там но такими снегами как там в тот дом невозможно было пробраться выйти за да и во первых привести уголь туда было невозможно потому что либо его мешками надо было на санках там таскать по снегопадом где по пояс снега ну короче это ну не нормально было и мы от этого отказались причем дом был в таком состоянии что конечно мы могли его сжечь ну как сжечь там и ну как бы сначала когда мы заходили туда жить мы особо не рассматривали там главное было у нас крыша над головой печка тепло и так далее но потом когда мы начали там жить естественно то резетка там перестала работать я начал там по чуть-чуть по электрике разбираться когда залез на чердак и увидел как там лежат во первых потолок был утеплен ветошью мелко-мелко порезанные порваты такими лоску точками я не знаю как это назвать но утеплен был тряпками ветошью и по поверх этого все всех тряпок лежали провода по потолку ну распределительные коробки провода на этих и алюминиевые провода ну в общем очень плохом состоянии это было и чуть-чуть перегреешь там какую нагрузку дашь этот провод черва то было что мы спали спалим дом от нагрева там ну это очень там не знаю нам показалось что это есть хорошо а то мы спалим чужой дом и так было нам не да и не до этого еще бы мы спалили чужой дом мы съехали к дедушке обратно там тесновато было с работой было тоже не очень потому что ну практически невозможно было найти работу ну граждан как бы гражданство мы еще не получили только подали документы но и в работу без гражданства вообще нереально было найти работа там ну такая ну это да и там но это невозможно работа опыту работы там с чем-то там мне не особо большой был то что-то браться что не умел я боялся потому что еще молодой был это сейчас мне дали бы работа я буду делать ее условия на тот момент не немножко иная было иные были понятия к этому мы все же у меня было у меня есть образование газоэлектросварщики после чего там по многим ну как бы там деревня колхоз как колхоз не значит частник частник у меня там поля до фермы и так далее там ну ну и к нему я устроился там колхозе сварщиком коврема как называлась там круче время ремонтировал там эти трактора гусеницы варил это всем крыше сварщиком был комбайн и варил там всякую всякое все что говорили то и варил ну и причем начал получать более или менее нормальную зарплату но валентина отправилась обратно в киргизию потому что нам было всем там тесно и как бы не было проще одному как-то там выжить сколько ты наверно ну конечно наверное да ну на зиму я зим зим зимой она уехала к нам на родину и и зимовала там я а я то работал то там то есть сам то у родственников то у братьев там жил причину вот как-то так с чего мы перебрались калининградскую область там тоже начались приключения ну и слава богу все обошлось там устроились работать на заводы сняли дом сняли дом да почти даже там просто платили за доминга главное условия съема дома был простой чтобы мы следили за участком или порядок или порядок ну и то есть отапливали дом как бы на таких условиях после этого через сколько мы там прожили года два года два мы прожили и у нас родился второй сын уже в калининградской области после этого у нас нарисовался такой как сказать вариант мы получили материнский капитал и моя мама продала тот дом который был киргизии сложив материнский капитал эти деньги с этого дома мы купили себе дом тоже в калининградской области вот и про этот не рассказал что тоже сначала ты там где работал когда мы сняли квартир переехали в калининград сняли этот дом ты работал на плитке а потом уже устроились на завод понятно там где там на завод устроились и более-менее у нас я не рассказываю всех тех мест где там работал я очень много где там поработал очень много где и чем занимался ну более или менее у нас начались просветы и нормальная заработка когда мы начали там работать на заводах но там тоже у нас такие были ребенок маленький не было возможности у нас нанять там няню или там чтобы кто-то был с детьми то есть у нас были был сын старший еще совсем маленькие и мы как-то посменно работали мы не могли уйти вместе на работу и оставить при этом ребенка детский сад там яселей там не было приходилось нам как-то работать ну и на заводах кстати был такой удобный график что мы могли допустим я работать в день валентина работать в ночь у круче не как-то так как-то тогда мы приспосабливались потом уже мы купили дом ну коротко короче купили дом все нормально как же как говорится что когда все налаживается когда все становится хорошо что-нибудь случается в этой жизни но переехала к нам мама на с нами мама начала жить моя завели мы там тоже хозяйство корову теленок был у нас куры и просят ролики и поросята ну занялись хозяйством потом чё нас а валентина на тот момент училась киргизии заочно на на педагога начального образования и весь весной весной ну как под конец учебного года она поехала что там защищать защищать диплом моя мама заболела до до уезда вы узнали да да до отъезда валентина на защиту дипломом моя мама как бы мы узнали что она ну как бы серьезно болеет ну как бы маму положили в больницу валентина уехала защищать диплом естественно она уехала с детьми я остался один на хозяйстве и ну как бы я работал на хозяйстве был ответ ответственность на мне было хозяйство и при этом я еще работал потом за чего ну как бы когда-то с киргизии возвращалась когда я еще разошло нет когда еще была в киргизии ты мне туда позвонил сказал что тебе было плохо ну да были бы как и были какие-то приступы у меня с головой думал что то что там в детстве солнечные удары голова начала побаливать там туда-сюда потом как бы больше всего ну то есть и ну коротко если я тоже очень сильно заболел как бы да делали операцию на голову слава богу все обошлось надежды были на мою жизнь конечно очень малые ну валентина приехала с киргизии как-то там тоже я перенервничал на пока они там приехали с киргизии там у нас проблемы небольшие были с переездом там с пересадками и так далее ну чё в общем ты попал в больницу я попал в больницу да я попал слава богу все нормально да пришлось нам ехать ну из-за чего дал мы как бы естественно там как и все перед уездом по направленному на дорогу там очень большие деньги нужны были мы набрали кредитов всяких разных разнообразных как и все наверное большими не говорю как вся как большинство людей завязали в этих кредитах я заболел не положили на операцию прооперировали голову то есть мне в голове лопнули сосуды больницы очень тоже долго пролежал тут моя мама болела тоже очень сильно короче перед уездом понабрали кредитов потом мама в больнице ты в больнице еще кредиты то есть мы естественно не платили потому что надо было на какие деньги там и на лечение ты вышел из больницы все на короче влезли огромные долги и мы понимали что как бы да с них будет нам очень тяжело вылезти заработать эти деньги в калининградской области с теми навыками которые у нас есть зарплаты можно сказать да зарплаты которую мы получали и на тот момент который была возможность получать там зарплаты как бы мы не смогли бы рассчитаться с этими долгами после чего я поехал в москву разгонять тоску как говорится ну сколько ты здесь проработал три месяца да нет больше тоже я поработал здесь москве но месяца наверно к 67 не точно здесь проработал круче в районе полгода точно я уже не помню на сколько здесь работал в один короче говоря работал 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 здесь один и ничего не получалось у меня заработать после этого я ну предложил валентине тоже приехать в москву то есть чтобы мы как-то побыстрее рассчитались да и чтобы быть вместе не раздельно вместе но при этом как бы у нас было одно ограничение это дети с детьми здесь нам с маленькими было на тот момент нереально еще бы мы себе бы создали еще больше возможности опять же валентина сначала поехала в киргизию отвезла отвезла наших детей к бабушке с дедушками да нет да потом я к ним туда поехала на месяц полетела и после да я же здесь уволился приехал в калининград мы с тобой все обсудили я я отвез детей в киргизию и мы перебрались в москву вдвоем да нет сначала ты потом через месяц я ну да круче после этого я отвез к детей в киргизию к родителям валентины и да и мы переехали моя мама осталась слава богу все там она как бы выздоровела вылечилась она осталась там в калининграде а мы здесь в москве и до сих пор мы здесь ну правда ездили в калининграде там отдыхали как бы год от москвы потом опять приезжали сюда на жизни москве и в конце концов в конце концов мы сейчас оказались в москве живем здесь уже мы полностью с родителя да там уже и родители валентины при переехали к нам к ленинград ну то есть и мы так рассказали о своей жизни и мы как бы планируем дальнейшем снимать свою жизнь вести блоги и показывать вам дальнейшем мы хотим жить не здесь москве перебраться я думаю в краснодарский край дай бог чтобы все это у нас нашими мечты сбылись ну на данный момент мы как бы я прописан там калининграде валентина с детьми прописаны здесь москве дети учатся здесь москве работаем и здесь тоже ну как бы планируем правда не знаем когда переехать краснодарский край ну то есть не в москве в этом году мы летом ездили сейчас вот осень в этом году мы ездили как бы идет все потихонечку своим чередом движется к тому что мы будем переезжать краснодарский край на данный момент мы съездили уже летом пожили там почти месяц краснодарском крае нам очень понравилось калининградные потом вам дальнейших видео объясним почему и как мы не по душе нам калининград нужно так сказать тут мы поедем ближайшее время в калининград да там у нас состоится сделка по продаже участка но и дом у нас там еще дом проверим квартирантов в нашем доме к маме моей заедем ну и потихонечку потихонечку будем рассказывать о своем чё то как задавайте вопросы да если интересна наша жизнь задавайте нам вопросы мы пока еще не опытные мы пока не научились монтировать видео если вы как бы я думаю может быть вам будет нудные два почти 30 минут слушать нас ну в дальнейшем мы попытаемся все это как бы сжать сжать до рассказать по частям ну в этом видео мы образно там объяснили что хотим и как всем пока до новых встреч увидимся на нашем канале смотрите ставьте лайки всем пока